Шара, приди! Одна из главных примет это 25 января в полдень кричать халява приди. Говорят, что тогда можно сдать экзамен очень легко. Алексей Аспирант большую часть свободного времени проводит в лаборатории, где занимается популяризацией науки. В нашем занимательном музее СФУ есть такой экспонат, как лестница Якова, который показывает простейшие законы физики. С высоты своего студенческого опыта уверяет, что шара или халява приходит, несмотря на то, что это противоречит законам физики. Однажды я выучил только один билет, наверное, из 40, и этот билет только и попался мне. Поэтому как раз я, наверное, в этот день и кричал халява приди. В России дата 25 января по христианской традиции носит имя мученицы Татьяны. В этот же день, 263 года назад, императрица Елизавета Петровна основала Московский университет. Тогда и стали считать мученицу Татьяну покровительницей студентов и отмечать два праздника в одну дату. Почти за 300 лет празднование День студентов оброс своими традициями и обычаями. Существует такая традиция, что перед сессией студенты должны прыгнуть и дотронуться до носика этой кошки. Если они дотрагиваются, то вся сессия пройдет гладко, и не сдадут все зачеты экзамена, и только на отлично. Настя планирует защитить теплом на отлично. В знаниях девушка уверена, но о фортуне не стоит забывать, считает студентка. Также еще существует традиция, что на последней странице зачетки студенты рисуют домик с окнами и с крышей, и с дымом, который идет из трубы. Тоже считается, что данная традиция принесет удачу. Скажите, существуют какие-то традиции или обычаи на День студентов? Не знаю. Нет? Никогда не смешал какая-то такая. Под пятку пятачок класть и голову не мыть. Помогает? Ну, нет. Голову надо мыть. Ну, за четкой форточку помахать знаю, да. И как, помогает? Да, всегда помогала, конечно. Поверили в студенческие приметы и заскучали по университету Дмитрий Дичков и Константин Фролов.